День пограничника У пограничников суровые законы. Нельзя им спать, когда другие люди спят, поется в песне. Протяженность российской границы почти 61 тысяча километров. Порядок и покой на ней охраняют десятки тысяч военнослужащих. Это последние метры нашей дорогой Родины. Священный, неприкосновенный. Мы ее любим, храним. Всегда надеемся, что наши ребята, которые служат сейчас, не подведут. День пограничника широко отмечают по всей стране. В Самаре по традиции служившие в погранвойсках приходят на торжественный митинг на площади Славы. Ура! 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 День пограничника – это возможность встретиться с сослуживцами и вспомнить товарищей, которых уже нет. В память их почтили минутой молчания. Возложили цветы к вечному огню. Ну, они всегда страшны. Не боятся только дураки. Для того мы и находимся на границах. Как раньше говорили, что государственная граница является барометром политических отношений. Граница ближе, чем мы порой привыкли думать. Граница – это не только рубежи страны. Самарские пограничники охраняют воздушные ворота области. В аэропорту Курумыч работает отряд пограничного контроля по Волжье. На плечах этих ребят большая ответственность. Ведь Приволжский федеральный округ находится на пересечении крупнейших транспортных магистралей между Центрально-Азиатским и Европейским регионами. Марина Матвеевшина, Станислав Левин. События. Более 370 миллионов рублей получит в этом году Самарская область на поддержку малого и среднего бизнеса. В регионе работают более 100 тысяч предпринимателей. По объемам оборота малых предприятий в прошлом году область заняла второе место среди регионов ПФО. Ежегодно свою продукцию предприниматели демонстрируют на форуме «Линия успеха». Свежая сметана, йогурт и сливки – настоящий молочный рай. Предприниматели рассказывают, производством молочных продуктов занимаются уже 8 лет. На продукцию спрос большой, но без поддержки не обойтись. В прошлом году выиграли грант и закупили новое оборудование. Благодаря этим средствам объемы производства выросли. Мы дали сразу колхозам предоплату за молоко. Как бы тоже их надо маленько поддержать, им очень трудно. Потом мы купили другое еще оборудование и хотим еще раз поучаствовать, попробовать. Как бы на месте не стоим, расширяемся. Поддержка малого и среднего бизнеса – одно из приоритетных направлений работы областных и городских властей. В регионе действует программа по поддержке предпринимателей. Только в прошлом году на ее реализацию направили более 600 миллионов рублей. Особое внимание уделяется адресной поддержке. За счет бюджетных средств предприниматели получают субсидии на открытие собственного дела, на развитие и модернизацию. Размер выплат составляет от 300 тысяч до 5 миллионов рублей. Мы должны сделать все, чтобы как можно больше людей брали на себя подобного рода обязательства, как вы берете на себя. Вести свой собственный бизнес по собственной инициативе и активно, несмотря на все трудности, двигаться вперед. Чем не больше в обществе у нас будет таких людей, тем будет богаче и общество само, и люди, и сильнее наша страна. На площадке форума «Линия успеха» свою продукцию и изобретение представили предприятия со всей области. Все они примут участие в конкурсе «Самарский продукт». Победители будут представлять Самарскую область на международной выставке продуктов питания. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. Остановка общественного транспорта с бесплатным интернетом и банкоматами появилась в Постниковом овраге. От вандалов и нарушителей порядка благоустроенные павильоны защищены системой видеонаблюдения. Их удобство уже оценили жители Самары. Нашли только один минус. В банкоматах пока нельзя пополнять транспортные карты. Когда станет доступна и эта услуга, выяснила Марина Кравцова. Удобно, красиво и время экономит. Так самарцы отзываются о новом остановочном павильоне в Постниковом овраге. Остановка оборудована двумя банкоматами, где можно снять наличные, платить коммунальные услуги, налоги и другие платежи. По пути, как бы рядышком, никуда заходить не надо заезжать. Есть банк, где можно все операции делать, но мне туда далеко ходить. Это прекрасно, что у нас на остановке, так близко с нашим домом, есть вот теперь такой способ. Еще бы нам поставили, где бы транспортную карту положить. Я вот хожу в метро. Помимо банковских услуг, здесь можно воспользоваться бесплатным беспроводным интернетом. Такие многофункциональные павильоны появятся и в других районах Самары. Мы планируем 4 таких остановочных комплекса запустить. То есть в течение ближайшей недели, я думаю, что они все 4 приступят в эксплуатацию. Это 22-го подсъезда Победы, это Почтников и Враг, это Хлебная площадь и аэродромная Аврора. Установка остановочных павильонов – это совместный проект администрации города и Сбербанка, который реализован в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного главой Самары Дмитрием Мазаровым и председателем Поволжского банка Сбербанка России Дмитрием Ситновым. Функционал остановочных павильонов со временем будет расширяться. Так уже с 1 июля появится возможность пополнения транспортных карт через терминалы Сбербанка. Выгоды от этого очевидны именно для людей, потому что сеть Сбербанка наибольшая на территории города Самары. Когда человек может в любой точке внести дополнительные средства, пополнить карту, конечно, это создает большее удобство. Сотрудничество между администрацией Самары и Сбербанком продолжится и в дальнейшем. Марина Кравцова, Сергей Баскин. События. Качество обслуживания пассажиров повышает и Самарское метро вслед за станцией Безымянка. Автоматы по выдаче жетонов появились на Победе. Такие аппараты успешно используются уже несколько лет в Екатеринбурге, Казани, Новосибирске. В Самаре в ближайшие полтора года их планируют установить на каждой станции подземки. Очередей в кассы Самарского метро больше нет. На станциях Безымянка и Победа появились пробные автоматы по выдаче проездных жетонов. Самарцы новинку восприняли с энтузиазмом. В очереди надо стоять. Все куда бегут? Копюра, монеты, выдача жетонов. Везде, как за границей, в Чехии такие, в Италии. Мне кажется, очень хорошие, симпатичные даже. Алексей каждый день добирается до работы на метро. Рассказывает, раньше приходилось стоять в очередях, что нередко становилось причиной опоздания на работу. Преимущества автомата оценил сразу. Я, по крайней мере, увидел аппарат только здесь. То есть, если он стоит как экспериментальный, то как эксперимент можно его, я считаю, расставить на всех станциях и во всех городах России. Принимает любые купюры, то есть и быстро, и удобно. То есть, мне, например, утром, например, очень удобно добираться на метро, то есть и без очереди. Пришел жетон, закинул, забрал, пошел, сел, уехал. В день через станции Самарского метрополитена проходят от 20 до 50 тысяч пассажиров. А в кассах метро можно не только приобрести жетоны, но и пополнить, к примеру, транспортную карту. Отсюда и очереди. Мы более чем две кассы не можем открыть в метрополитене. И плюс еще из-за дефицита самих кассиров. Иногда получается так, что работает только одна касса. И выстраивается очередь более 50 человек. Это создает нервозную обстановку и в работе самих кассиров. Ну и пассажиры начинают жаловаться, возмущаться. Ну и это обоснованно. То есть мы к ним прислушиваемся и стараемся, так сказать, снизить возможное время ожидания, то есть предоставив им альтернативные услуги. Аппараты по продаже жетонов уже показали свою эффективность. Поэтому руководство подземки планирует поставить по 3-4 автомата на каждой станции. Свои комментарии по поводу работы аппаратов пассажиры могут оставить на официальном сайте метрополитена или в кассах, заполнив специальные анкеты. Марина Матвеевична, Мария Сидорова, Артём Сулайманов. События. Увидеть бурлаков на Волге смогут жители областной столицы уже в августе этого года. На заседании комитета культурная Самара приняли решение установить скульптуру на набережной к дню рождения Репина. Самарская набережная готовится принять еще одну скульптурную композицию. На Волжском берегу к 170-летию Репина появятся герои его знаменитой картины – бурлаки. Самарцы смогут увидеть фигуры, что называется, в 3D-формате. За спиной у бурлаков не будет отлитого из бронзы пейзажа, как на картине. Его заменит реальный. Размер изваяния составит порядка 2,5 метров. На мой взгляд, это будет очень даже оригинально, интересно, и она будет интерактивная. Во-первых, во-вторых, мы увидим, как бурлаки выглядят с спины. Вот этого еще никто не видел, ну, кроме Репина. Ну и опять же, времена года будут разные в картине. Вот картина как бы та же самая, а времена года разные все время. Скульптор Николай Куклев приступил к работе над картиной. Сейчас фигуры лепят из пластилина, после с них снимут слепки, изготовят модели, отправят на отливку. В каком городе бурлаки обретут бронзовый облик, пока не определились. С предложением изготовить скульптуру вышли предприятия Ижевска, Тольятти и Зеленограда. Уличные скульптуры все вновь и вновь появляются на улицах нашего города. Причем имеют безусловную смысловую нагрузку все. В отличие от многих городов, кстати, где, может быть, так скурпулезно не подходят к идее уличных скульптур. В итоге на заседании комитета «Культурная Самара» под председательством главы города Дмитрия Азарова и депутаты Госдумы Александра Хинштейна решили, «Бурлаки» будут тянуть свою лямку в районе Ленинградского спуска. Скульптуру изготовят в конце июля, а ее открытие приурочат ко дню рождения Ильи Репина, 5 августа. На создание скульптуры не потрачено ни копейки из городского бюджета. Средства выделили частные инвесторы. Алина Чемерис, Валерия Квасневская, Валерий Шаронин, Константин Головин. События. «Лучик в ладошке» детский творческий конкурс с трогательным названием уже в третий раз прошел в Кировском районе Самары. Больше 500 малышей активно репетировали номера, чтобы занять призовые места. Без подарков не остался ни один юный артист. Семилетняя Милана уже опытная артистка. На большую сцену выходит второй год подряд и знает, как себя преподнести. Макияж, продуманный наряд, аксессуары и, конечно, хороший репертуар. Ах, Самара, мой город родной, над великою русской рекой, Не заменит тебя никогда, все другие в стране города. Ответственный подход к делу не замедлил сказаться. Милана Конюхова заняла почетное первое место на конкурсе «Лучик в ладошке». Все артисты здесь – воспитанники детских садов Кировского района. Галоконцерту, посвященному Дню защиты детей и конкурсу среди творческих коллективов дошкольных учебных заведений, готовились не одну неделю. Репетировали по-взрослому почти каждый день. Я, конечно, устаю. Мы тратим в нашем садике много времени, и мы очень хорошо трудимся. Этот конкурс в Кировском районе проходит третий год подряд. С каждым годом число маленьких артистов растет. В этом году на сцену вышли более 500 малышей из 25 детсадов и групп коротковременного пребывания. Сегодня мы все, находящиеся в зале, получили огромный заряд эмоций, замечательного хорошего настроения, такой вот по-детски доброты, теплоты от наших маленьких воспитанников. Я с уверенностью теперь уже говорю, что сегодня мы зажгли новые маленькие звездочки, которые впоследствии станут украшением любого творческого коллектива, не только Кировского района, но и города, наверное, сама. Все юные артисты получили от администрации Кировского района почетные грамоты участников, памятные статуэтки и сладкие подарки. Марьяна Мирная, Константин Головин, События. Награду за таланты и трудолюбие получили больше ста ребят. Третий год подряд в Самаре по инициативе Дмитрия Азарова, молодым спортсменам, музыкантам, певцам, танцорам, за высокие достижения ежемесячно выплачивают стипендию главы города. Кто достоин поощрения, решает общественная комиссия. К следующему году стипендиатов может стать еще больше. Общественники представили свои предложения по изменению положения о стипендии одаренным детям. Аккордеон Алеша Лаганов взял в руки в шесть лет. По звучанию именно этот инструмент показался начинающему музыканту самым близким. К тому же на аккордеоне играл его дедушка. На репетиции у Алеши уходит по два часа в день. Трудолюбие плюс талант в результате дают победы на всевозможных музыкальных конкурсах и фестивалях. Недавний гран-при конкурса «Национальные инструменты народов мира в Твери» и второе место на конкурсе «Виват Баян» в Самаре. Приходится брать себя в руки, чтобы достойно сыграть. Ну и получается. Я исполняю классику и эстрадную музыку. То есть и то, и то мне нравится. Весь прошлый год Алексей Лаганов получал стипендию главы Самары – 5000 рублей ежемесячно. Эти деньги откладывал на существование мечты – покупку хорошего большого аккордеона. Финансово молодые дарования Самары поддерживают уже третий год. Достойных выдвигают учреждения дополнительного образования и спортивные школы. В этом году 92 кандидата. Выбрать лучших из лучших нелегко. Общественная комиссия подробно рассмотрела каждую кандидатуру. Есть предложение в следующем году увеличить количество стипендиатов. Обязательно поощрять талантливых детей с ограниченными возможностями здоровья. А при назначении стипендий стоит обращать внимание и на уровень доходов семьи творческого ребенка. У нас есть крепкие, в том числе и с финансовой точки зрения, семьи, которые вполне могут инструменты приобретать, приобретать костюмы, спонсировать его поездки на соревнования и фестивали. А есть семьи, где талантливый и одаренный ребенок сталкивается с этими трудностями финансового характера. Я думаю, нам это отдельно надо все-таки учитывать при определении именно стипендий. Общественная комиссия решила, что в этом году стипендию получат больше 50 одаренных подростков. Среди них четыре спортсмена с ограничениями по здоровью. Торжественная церемония вручения состоится 5 июня. Марина Кравцова, Максим Гусев, События. Они за свои награды устремились в небо. На аэродроме Кряж прошел чемпионат области по вертолетному спорту. За право выступать на всероссийских соревнованиях боролись четыре экипажа из Сызрани и Самары. Почему американские пилоты отказываются соревноваться с самарскими асами, знает Сергей Кизоркин. В небе над аэродромом Кряж медленно, но верно летает вертолет. Только в кабинах меняются летчики, штурман и пилот. Задача первого многограна – выбрать оптимальную траекторию полета, точно положить груз или пронести ведро с водой между ворот. Второй летчик рулит и точно зависает над целью. Именно в симбиозе команда или сохраняет 300 очков со старта, или за ошибки получает штрафные баллы. Доводятся параллельные гонки, это безумно интересно, это как на футболе. В том году, в запрошлом году на чемпионате мира у нас было порядка 20 тысяч зрителей на гонках, и повезет большое удовольствие. В чемпионате Самарской области за награды путевки на всероссийские, а также международные соревнования сражаются четыре экипажа – самарские и сызранские. Традиционная программа состоит из пилотирования на малой высоте, навигации, перевозки грузов и слалома. В этом году Международная федерация вертолетного спорта усложнила упражнения, уменьшила время прохождения дистанции и увеличила штрафные очки. Нас поставили в жестковатые рамки по времени, поэтому сейчас нам предстоит где-то что-то реализовать, для того, чтобы это время нам обеспечить запас по времени, для того, чтобы выполнять это упражнение. Нововведения самарских чемпионов мира не пугают, они готовы соревноваться по новым правилам. Ассы шутят, как бы им не пришлось определять чемпиона мира среди только российских пилотов. Ведь в середине 90-х годов основной конкурент сборной Соединенных Штатов отказалась выступать на мировом первенстве за явным преимуществом сборной России. Сергей Кизоркин, Алексей Золотенков. События. 1 июня в Самаре пройдет Всероссийский фестиваль по паркуру. В нем примут участие более 50 спортсменов. Также зрители ждут танцевальные номера, перформансы и конкурсы. При этом можно будет пройти серию мастер-классов. Фестиваль пройдет в Самарском дворце спорта легкой атлетики. Вход свободный. Не все российские компании инвестируют в поддержание здоровья своих сотрудников. Добролет открыл продажу билетов в Крым по низким ценам. Правда, из Москвы. Новости экономики смотрите далее. А у меня на этом пока все. Телефон редакции 202-11-22. Наш сайт самарагист.ру. Читайте нас в Твиттер, скачивайте приложение и смотрите телеканал Самарагист на экранах смартфонов и планшетов. Всего доброго и до встречи. Треть российских компаний не инвестируют в поддержание здоровья своих сотрудников. В исследовании приняли участие 120 российских компаний с оборотом от 100 миллионов рублей в год. В число самых популярных и чаще всего реализуемых корпоративных программ входит организация горячего питания. Инструмент использует 31% компаний, поддерживающих здоровье сотрудников. Вакцинацию применяет 23% компаний. Участие в спортивных состязаниях – 22%. Далее в рейтинге по убывающей. Ежегодная диспансеризация – 17%. Покупка полисов добровольного медицинского страхования – 15%. Организация собственного медпункта – 10%. Согласно мировым данным, правильно организованное управление здоровьем сотрудников позволяет снизить количество дней нетрудоспособности приблизительно на 20% и уменьшить средний срок временной нетрудоспособности на 30%. Реальные располагаемые денежные доходы населения России в апреле 2014 года увеличились на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и выросли к предыдущему месяцу на 16,3%. За первые четыре месяца этого года доходы сократились на 1,2% в годовом исчислении. По данным Росстата, среднедушевые доходы россиян за апрель 2014 года составили 28 320 рублей. Среднемесячная начисленная заработная плата в апреле 2014 года по оценке составила 32 115 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 8,2%. Низкобюджетная авиакомпания «Добролет» открыла продажу билетов в Крым на сайте. Первые рейсы будут выполняться из Москвы в Симферополь с 12 июня. Из Москвы в настоящий момент запланировано три ежедневных рейса. Билет в Симферополь на 15 июня, например, можно купить за 979 рублей со всеми тарифами и сборами. Билет туда и обратно по цене от 1959 рублей со всеми таксами и сборами. Российский фондовый рынок открылся в красной зоне. Индекс ММВБ в первые минуты торгов снизился до уровня 1415 пунктов. Лидеры снижения – Магнит, Мосэнерго, ВТБ, Северсталь, ОГК-2 и Газпром. Среди лидеров роста – Газпромнефть, Солерс, Акрон, Распадская, ТМК, ФСКЕС и Полюс Золото. Негативная динамика российского рынка обусловлена обострением ситуации на Украине. Между тем, общий фон в начале дня сегодня складывается близким к нейтральному. Американские индексы завершили торги слабым ростом. Азиатские рынки демонстрируют позитивную динамику. Нефтяные котировки показывают восходящую динамику. Курс доллара на 28 мая – 34,25 рубля. Курс евро – 46,77 рубля. Золото стоит 1413 рублей за грамм. Серебро стоит 21,39 рубля за грамм. Цена нефти марки «Бренд» – 110 долларов 16 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. Вы смотрите «Самарские новости спорта». Всесезонный каток построят в Красноглинском районе. Чирлидеры завоевывают самарский регион. Чемодан медалей завоевали самарские паралимпийцы на чемпионате России по плаванию. 16 медалей завоевали самарские плавцы-паралимпийцы на чемпионате страны. В самом сложном по состоянию здоровья классе С1 Яна Костину удостоилась пяти медалей. На дистанции 200 метров вольный стиль она взяла золото. На спине 100 метровку проплыла второй. Бронзовая награда у Костины на дистанциях 100 метров вольный стиль, полтинник спина и вольным. Ее одноклассник Константин Трусов сначала взял серебро, а потом установил новый рекорд России и получил в золото. Серебряный квадратрик оформил Вячеслав Ленский вольным стилем и на спине на короткой и длинной воде. В бутерфля отличились серебром Константин Ганечкин и Сергей Сухарев. Кроме того, в его копилке с золотокомплексом и второе место на 100 метровке. На Локомотиве прошел открытый областной турнир по чирлидингу среди детей, юниоров и взрослых команд. За места на пьедестале почета танцевали 13 спортивных коллективов. В результате вне конкуренции оказалась команда из Тольятти Соул Тим, неоднократный победитель областных турниров и участник всероссийских соревнований. Через год в Красноглинском районе Самары будет уже три всесезонных катка. Очередной лед – подарок для фигуристов и хоккеистов от одной из коммерческих структур города. Представители компании готовы предоставить для этих целей земельный участок, который находится у них в собственности. Сдача арены намечена на следующий год. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы! Субтитры подогнал «Симон»!